Компьютерная игра Гарри Поттер и Узника с Кабана, в которую я играл в детстве, была стандартной аркадкой-платформером начала нулевых по кинофраншизе и не совершала никаких революций в индустрии. Ни в графическом плане, хотя картинка была на порядок выше уровнем предыдущих частей, ни в геймплейном. Более того, как раз в геймплее особых изменений не было, чего первые три ПКшные части были сильно схожи между собой и имели общую сказочную атмосферу, благодаря чему подкупали и навсегда засели, например, лично в моем сердце. А те же небольшие изменения, что и появились в игре, заключались в основном в том, что управлять нам позволялось теперь не только самим Гарри Поттером, но и его друзьями, каждому из которых был доступен свой набор заклинаний. Такое заметное родство первых трех игр легко объясняется тем, что разрабатывались они одной и той же студией — No Wonder. С первыми частями для карманной приставки Game Boy Advance все оказалось немного иначе. Философский камень, который мне очень понравился, сделала компания Gryptonite Games, а тайную комнату, которая понравилась мне куда как меньше, разработала студия Eurocom во вселенной Гарри Поттера, сосветившаяся еще один раз лишь в 2012 году с игрой для Kinect. Третья часть — Гарри Поттер и узник Аскабана для платформы Nintendo Game Boy Advance, и правообладатель и издатель Electronic Arts снова возвращает гриптонитов в стан разрабов. Всем привет, с вами Олег Бузов, и сейчас я расскажу, что же у них получилось. Помните эту мелодию, которая встречала нас в главном меню ПК-шного Гарри Поттера? Скрывать не стану, пожалуй, это одна из моих любимых заглавных игровых тем, особенно вот этот вот момент с нарастанием музыки. Игра будто готовила нас к приключению, которое запомнится нам надолго, и каково же было мое удивление, при первом запуске, когда я услышал идеально перенесенную мелодию в геймбойные 8 бит. Просто невероятно, насколько же красиво и мелодично, особенно после корявой музыки из тайной комнаты, от которой до сих пор кровь из ушей брыджет. Такс, ну, начнем. Вот это я понимаю, узнаю Гриптонит Геймс. Без лишних слов и пояснений они сразу окунают нас в мир, где Гарри Поттеру надоела его родня, и он оказался на темной улице, случайно сел на рыцарский автобус и доехал до убогого паба «Текущий котел». Блин, я как будто открыл книгу на середине и начал читать ее. И начинается игра с этого самого «Текущего котла». На входе в коридоре нас встречает Корнелиус Фудш, министр магии, и Гарри сходу задает вопрос, а вы поймали Сириуса Черного, преступника, убившего 13 человек и сбежавшего из тюрьмы Аскабан? Да ладно, Гарри, не такой уж он и черный. Министр же отвечает нашему герою, что пока нет, но это лишь вопрос времени, а пока что он предлагает нашему 13-летнему волшебнику пройти до зарезервированной для него в этом пабе комнаты. Нет, спасибо, мистер Фудш, я лучше пока поброжу по окрестностям. Вот, например, владелец паба Том, которого мы встречали еще в прошлой части, только если там он выглядел как добродушный джентльмен, то здесь больше похож на какого-то злобного гоблина. Зато рядом с ним тусуются, возможно, наиболее близкие мне по духу персонаж этой вселенной. Однако переночевать в пабе рядом с местными алкашами не получится, придется все-таки направиться в свою комнату перед входом в которую министр магии и отдаст нам несколько уже ставших такими родными карточек волшебников со словами «Они могут тебе пригодиться в магическом поединке». Это сопоставимо с тем, как если бы мэр Нью-Йорка с такими же словами вложил выходцу из Бруклина 9-миллиметровые патроны в руку. Да и лол, министр, вы на шо намекаете? О каких магических поединках вообще речь? Но скоро игра с Аманом приоткроет свои тайны, а пока что Гарри Поттер заходит в свою комнату и на кровати видит письмо от своего старого доброго друга Хагрида, который внезапно поздравляет нас с ДР, а также дарит мальчугану некую живую книгу монстров. И живая она не в том плане, как типа живое пиво, а буквально. И в этот момент начинается сражение с этой книгой, которая поначалу даже повергла меня в небольшую фрустрацию, ведь вспомните, как проходили бои в прошлых частях. Понятно и логично, мы видим противника, пытаемся прицелиться и выпускаем заклинания. Здесь же боевка полностью переработана и качественно отличается. Начнем с того, что бои теперь здесь, это сражение с противниками прямиком из самых ранних же РПГ. Ну, то есть РПГ, пришедших к нам из страны восходящего солнца еще и с далеких 80-х годов, в основе которых лежит пошаговость. В зависимости от того, чья очередь сейчас ходить, мы видим на экране либо атаку противника, либо собственное окно с вариантами действий, среди которых атака, специальное действие, своего рода ульта, о которой мы поговорим позднее, возможность выпить зелье, повышающее здоровье или ману, и возможность сбежать с поля боя, если уж совсем не увозите файт. Доступных боевых заклинаний на начальном этапе у нас целых три. Это уже до более знакомая Флипенда, которое, кстати, в ПК-версии было заменено на Депульс, а здесь вот осталось. Вердимилиус и Инсендио, и все они имеют разные магические эффекты и требуют разное количество очков магии, которых у героя, конечно, ограниченное количество, так что приходится думать наперёд, как бы распределить атаки так, чтобы мана не закончилась. Синюю полоску не расходует разве что Флипенда в своей первой стадии, но не все противники чувствительны вот к этому самому Флипенда. Да, я сказал про первую стадию, потому что заклинания здесь можно прокачивать, и чем чаще вы используете в бою тот или иной спелл, тем быстрее станет доступна его проапгрейженная версия, которая и мощнее, и, что закономерно, ресурсозатратнее. Такой вот элемент менеджмента ресурсов. Вот, например, в самом первом поединке мне несказанно повезло, и я самым первым ударом нанес противнику критический урон, забрав в два раза больше ХП, чем обычно наносится этой же атакой. Хотя, на мой лично субъективный взгляд, шансов выбить такую где-то 1 к 20, как, между прочим, и существующая вероятность промахнуться, и вообще не нанести урон противнику, пробав тем самым ход. После победы нам, как это принято в подобных играх, накидывают опыта, и мы можем оценить, сколько примерно нам осталось до левелапа нашего героя, при котором все наши статы повысят и восполнят до максимума, а также показывают экран с лутом, который мы выбили. Вот, например, за победу над книгой я получил 8 местных рублей и школьную мантию. Гопанул нашим, вот получается. Что ж, после такого напряженного файта Падис спится очень сладко, так что Гарри откидывается на подушку, нам показывают часы из игры 12 минут, которые демонстрируют, что герой провалялся в кровати почти 12 часов, и наступает утро. Мы спускаемся на первый этаж, снова в паб, и встречаем вот этих вот забавных чувачков, мистера и миссис Уизли. Не знаю, у меня прям улыбка появляется, когда я их вижу, особенно мистера Уизли. Он похож на... на... на Добби, короче, он похож. Наш друган Рон тоже находится неподалеку, вместе со своей крысой Коростой, и что обычно говорят друзья друг другу при встрече после расставания в несколько месяцев. Привет, Олег! Итак, тебе удалось сделать это за лето? Почти, Саня! Ты что-нибудь слышал о Хермионе? Только видел ее на аллее Диагона. По-моему, она собиралась купить кошку. Кстати, о домашних любимцах. Что с твоей крышкой скапер? Ротоник не в настроении после того, как я пригласил ее зенит. Так а почему бы тебе не дать ему немного Ротоника? Но у меня не осталось Ротоника. Может, у трактирщика Тома есть? Знаешь, я пойду и спрошу у него. Иду. Да, наверное, что-то вроде этого. Трактирщик Том за Реттоником отправляет нас в подвал. И я смотрю, эти ребята завсегдатые здесь. Сам же подвал это, в принципе, олицетворение того, как плюс-минус будет выглядеть большая часть игры. Так сказать, ее база. У нас имеется определенная локация и задание. Например, эту локацию пройти или сделать на ней что-то. А по дороге нам будут попадаться враги плотным строем, блуждающие по этому уровню. В теории, сражаться с каждым нет особой надобности. И даже напоровшись на кого-то, не возбраняется просто сбежать и не тратить время. Но тогда и очков опыта за победу вы не получите. И, соответственно, ни о какой прокачке речи идти не будет. Врагов же, что в самой игре, что и даже на этом уровне, достаточно большое разнообразие. И пока мы с ними еще не сталкивались, на уровне они отображаются вот такими вот облачками, явно указывающими на то, что монстр доселе невиданный. Зато, встретившись с ним на поле брони, мы можем применить заклинание «Информус». И тогда, конечно, ход потеряется. Но зато вся информация противники будет внесена в блокнот бестиарий, где будет выдано его описание, его уровень восприимчивости к разным заклинаниям и все такое. В общем-то, даже для Гарри Поттера вся эта система не на ба. Студия Gryptonite Games, ответственная за узника для ГБА, в свое время также разработала первых Гарри Поттеров для предшественницы этой приставки – Game Boy Color. И геймплей там строился ровно на том же, и использовались те же самые приемы. Либо монстры на карте, либо облачка и, если мы с таковыми еще не сталкивались, и пошаговые же RPG-шные бои. Так что у пацанов рука набита, а тут еще и с повышенными мощностями платформы есть где разгуляться. И говоря о размере бестиария, я за два прохождения под запись даже умудрился не встретить двух каких-то противников, хотя от драк обычно я не уходил. Но, как бы то ни было, мы пробираемся в подвале сквозь толпы крыс, пауков, летучих мышей до валяющейся на полу бутылки радтоника, но тут уже вовсю хлебает какой-то рандомный грызун, который от переизбытка энергетика превращается в мастера сплинтера. Эта крыса, ой как просто, откусывает за один удар сразу треть хп, но побеждается она также легко, так что мы отнимаем у нее добычу и несем своему рыжему друга. По пути, правда, Гарри случайно подслушает разговор радаков Рона о том, что Сириус Черное, оказывается, сбежал из Аскабана, чтобы найти Гарри, так как считает, что его смерть вернет к жизни Волан-де-Морта. Я и говорить не буду о том, что это не я какой-то сюжетный момент опустил. Нас, игроков, действительно и не вводили в курс дела о том, что за типчик такой этот Сириус Блэк, кроме того небольшого предложения о том, что тот убил 13 человек. Не о том, когда это было, ни при каких обстоятельствах. Ну, вы же купили эту игру придя с фильма, значит, зачем париться-то правильно? Но зато Рон рад крысиному тонику и после рассказа Гарри о том, что тот услышал только что, повторяет с ним разговор из ПК-версии. Ищи неприятности на свою голову. Я никогда не ищу неприятностей. Они находят меня совершенно самостоятельно. О, Хермиона! Действительно, только что вспоминали тебя. Наше подругание здоровается и демонстрирует нам своего кота Крукшингса, который сразу же бросается на коросту и те вдвоем сбегают снова в подвал, а наши герои стремятся их спасти. И тут произошел снова момент, от которого я сначала не бздёво при***ел. Начинается нелинейность. Перед нами встаёт выбор. Либо Фапн поможет Фепнохе в поисках Косолапсуса, либо поможет Рону найти Струпик. Причём выбор этот не просто косметический. На концовку или развитие сюжета это никак не повлияет, но, как и в ПК-игре, каждый из героев обладает своим особым набором заклинаний, в связи с чем, в зависимости от текущего выбора, перед героями будет открываться тот или иной путь. Гермиона вот, несмотря на то, что заклинание Аллахомора, именно она нас этому заклинанию обучала в первой части, использовать его здесь почему-то не может, в связи с чем часть уровня за вот этой вот закрытой дверью нам будет недоступна. Зато она вполне владеет заклинанием Репаро, которая чинит предметы, поэтому мы восстановим лестницу и пройдём другим путём. Зато вскрывать замки умеет Рон, так что, если вы выбрали его, то вам будет доступна уже другая часть уровня, та, что за лестницей. Интересно, кстати, в этой связи то, что при таком раскладе мы теряем доступы к некоторым сундукам, находящимся на таких вот разветвлениях, в связи с чем собрать полный набор карточек за одно прохождение становится просто невозможно. Ну вот, животные найдены, герои снова в сборе, и уже в следующем уровне мы дружно едем на поезде в замок Хогвартс. Блин, балдёжно, такие виды за окном, даже в вагон-ресторан можно сходить. Свободные места оказываются только рядом с неким спящим чувачком, которого Гермиона определяет как профессора Эр-Дже-Лапина, нового соперника учителя тёмной магии. Хе, интересная у него должность. Однако почти сразу, как только мы заходим в купе, картинка за окном перестаёт двигаться, что указывает на то, что поезд остановился, хотя до цели мы не доехали. Тут же к нам за помощью обращается наш старый друг Невил Долгопупс, которого в первой части мы выручали, забирая у Малфоя напоминалку, во второй части спасали его лягушку Тревора из какого-то магазина, и теперь у него снова проблемы с жабой. Типа она потерялась, и он даже знает где. В багажном отделе. Но вместо того, чтобы пойти туда и забрать своего питомца, он решает доехать нас. Хе-хе, профессор, подъём, нужна помощь! Эх, похоже, что он очень крепко спит. Но такая весёлая и уютная атмосфера продержалась недолго. Пока мы двигаемся по вагонам, освещение тускнеет, а на небо накатывают тучи, и даже музыка становится максимально тревожной, что задаёт определённый тон происходящему. Однако скоро мы находим жабу, действительно в багажном отделе, но как только герои уже собирались уходить, за окном появляется стрёмная фигура в чёрном плаще. Гарри Поттер теряет сознание, а фигура, от одного присутствия которой окна леденеют, буквально ломится в поезд, стучась во все двери. Блин, реально хоррор какой-то! Друзья в спешке запирают ворота, но это помогает не сильно, так как уже скоро это нечто врывается в вагон, но к нам на помощь поспевает профессор Лапин, который просто одним словом прогоняет Дементора. Ну да, все мы прекрасно понимаем, что эта фигура — это один из стражей Аскабана, который ищет Сириуса Блэка, что спешит объяснить героям и люпин, а после этого даёт задание Рону — раздобыть в вагоне ресторане шоколад, чтобы привести Гарри в чувства, а Гермионе — найти машиниста и восстановить движение поезда, что мы, в принципе, выбрав того или иного персонажа, выполняем. И вскоре уже в который раз мы вместе с вами возвращаемся в такой родной Хогвартс. Который, да, в очередной раз изменился. Не сказать, что теперь он стал как-то гораздо больше со времён Тайной комнаты или типа того, но определённо он стал куда опаснее. Ладно, ещё в землях Хогвартса обитают разного рода змеи и пауки и просто еб***шие огроменные улитки, которые и убить-то за пару ударов школьников могут. И помните тех полумифических джитрашей из второй части, которых типа никто не видел, но их можно отыскать в скрытой локации, если подсоединить к ГБА Геймкуб? Так вот, здесь они вполне себе свободно гуляют на виду у всех и являются рядовыми противниками, притом не самыми опасными. Так вот, ладно это ещё где-то на территории земель происходит, но когда внутри замка, прям в большом зале, расхаживают огнекрабы, которые, к слову, не слабо так могут навредить здоровью, это как-то странно, чуваки, нет? Ну вот, посмотрите, на одном из этажей окружив учеников и разгуливают живые рыцарские доспехи, которые поспешат атаковать наших героев, как только мы их слегка коснёмся. Правда, остальные дети почему-то угрозы никакой не ощущают, но, блин, куда смотрит администрация, куда смотрит Дамблдор? Ну, окей, да, это всё шутки, и я прекрасно понимаю, что это игровые условности. К тому же, пока мы ещё не плотно так погрязли в сюжете, этап изучения замка отлично подходит для заполнения бестиария и прокачки наших героев. Я бы в этот список фантастических тварей вообще записал бы ещё Малфе со своими парнями, который первым встречает нас в замке и начинает троллить Гарри Поттера тем, что тот потерял сознание от вида Дементора в поезде. Хех, я б даже сказал, фантастически уебан. Да, сейчас, когда все наши герои в сборе, нам практически сам чёрт не страшен, и бои принимают по-настоящему большие размахи и могут доходить до замесов три на три. И наши герои благодаря своим индивидуальным способностям отлично дополняют друг друга и образуют такой мощный боевой отряд. Я, конечно, говорю про ульту, доступную каждому из героев. Гермиона, например, обладает очень полезными вспомогательными чарами. Например, она способна наложить на одного из членов команды чары защиты, чтобы потому проходило меньше урона, либо же укрепляющие чары, которые увеличат мощь наносимых этим героем ударов. Но самая полезная тема, на мой взгляд, это чары, которые увеличивают получаемые после победы над противником опыт в полтора раза. Как вы сами понимаете, скорость прокачки с Гермионой в таком формате растёт просто в непомерных масштабах, а опыт и прокачка в РПГ, и даже вот в таких вот полу-РПГ, это самое главное, на мой взгляд. Ронжи у нас тоже не самый вафельный член команды. Его ульта — это способность кидаться хлопушками на выбор. Одна из них оглушает противника, другая наносит под весло урона, а третья станет сразу всех противников на один ход, так что те скипают в свою ближайшую возможность что-то сделать. Так что первые движения в боях обычно так и происходят. Сначала мы Гермионой накладываем чары дополнительного опыта, потом Гарри Поттером считываем информацию о противнике, либо же просто атакуем кого-нибудь из них, а потом Роном мы оглушаем врагов на поле. Наверное, это самая безотказная и безопасная тактика ведения боя, если, конечно, вы не наткнетесь на огромную синюю улитку, блять. Про ульту Гарри же я ничего не сказал по той причине, что его спецдвижения основаны на собираемых нами карточках волшебников. Так как я, знаете ли, больше своего рода коллекционер, то мне было жалко их расходовать в боях, но суть заключается в том, что как только у нас в инвентаре будет собрана комбо из трех карточек, вот в этих вот столбцах и строчках, нам будет доступно какое-то мощное действие, которое привязано, собственно, к этой тройке. Но вообще и помимо боев здешней итерации Хогвартса есть на что посмотреть. Да что уж там, замок снова начал жить своей жизнью. В тайной комнате от Евроком я чувствовал какую-то фальшивость в окружении, но никак не мог понять, почему же так. А сейчас, когда ответственными за игру снова стали гриптониты, я понял. Дело в том, что в предыдущей игре, во всем Хогвартсе, мы ни разу не встречали просто так шатающихся по замку учеников, только во время сюжетных вставок. Вот почему тот мир казался просто голой декорацией. И, вроде бы очевидная вещь, добавьте цивилов, которые будут комментировать как-то происходящее в здешнем мире, но нет, такого там не было и в помине, но зато это вернулось в узнике Аскабана. Например, если сейчас время какого-то урока, то встречные студенты нам смогут подсказать направление или тип того. Правда, в моей версии перевода порой встречались перлы из разряда «Интересно, кто станет в этом году защитой против учителя темной магии?» Ну, это так, мелочи жизни. Зато здесь мы можем даже отыскать комнату профессора Лапина, у которого на кровати лежит какая-то собачья подстилка. Хм… Шестой же этаж замка меня вообще удивил. Почему здесь все стилизовано под какую-то египетскую культуру, непонятно. Награды за сбор полных тематических коллекций карточек волшебников, кстати, тоже никуда не делся. Правда, теперь он выглядит следующим образом. На пятом этаже замка есть отдельная комнатка, которая является типа клубом любителей карточек. И при заполнении полоски какого-либо набора в этом клубе откроется определенный сундук, в котором будет лежать, например, предмет инвентаря для наших героев по типу защитной мантии или талисмана. Да, теперь героев мы можем облачать в разного рода одежки, которые будем находить по ходу игры в сундуках, или рандомно получать с побежденных противников, либо же за местную валюту приобретать у Фреда и Джорджа в их магазинчике на седьмом этаже. Самый лютый сет стоит вообще баснословных денег, но зато враги этот наряд хуй пробьют, урон он поглощает знатно. Обидно только то, что визуально надетые на нас предметы гардероба никак не отображаются на героях во время путешествий или во время драк, тогда бы вообще механика отрабатывала на 12 с 10. Здесь же у предприимчивых близнецов можно купить и карточки волшебника, но, к несчастью, полный набор таким образом мы все равно не сумеем собрать, так как те карты, которые мы можем получить только на сюжетных развилках, ну да, мы можем получить их только на сюжетных развилках. А за самый последний сундук, который я сумел открыть за сбор карточек, игра наградила меня уже не предметом инвентаря, а мини-игрой про гадания на чайных листьях, весь геймплей которой заключается в том, что мы сначала в водичке крутим чайный осадок, а затем нам рандомно показывают какую-то мудрую надпись. Правда, из-за хреновости моего перевода суть игры была немного утеряна, но давайте все-таки тоже проведем небольшой эксперимент. Загадайте сейчас любую цифру от 1 до 3, а чайная заварка покажет вам вашу судьбу. Так, загадали? Итак, если ваш цифра 1, то вас ожидает вот это. Если ваш цифра 2, то готовьтесь вот к этому. И если уж вы загадали тройку, то вот ваше предсказание. Не знаю как вам, а мне понадобилось минут 10, чтобы я расшифровал все эти надписи. Попробуйте сами, это вообще разрыв головы, а в описании к видео я тремя строчками впишу перевод. Ну а вдоволь попродив по замку, мы приходим в гостиную нашего факультета на отдых. И там встречаем нашего декана профессор МакГонагалл, которая объявит, что преподавательский коллектив пополнился в этом году не только профессором Лапином, но и Хагрида теперь назначили учителем обращения с магическими созданиями. А после этого на пару слов подзовет Гермиону. Поцки забеспокоятся, не попала ли их подружка в неприятности, но та, вернувшись, успокоит их, что все нормально, после чего игра перекинет нас на следующий день. Начинается он с урока по видоизменению, что по-русски урок трансфигурации. Ведет его все та же профессор МакГонагалл, которая расскажет детям, что в их магическом мире существуют такие люди, что умеют превращаться в животных. Так называемые анимаги. И даже сама демонстрирует это умение, но... Какой-то особой заинтересованности ученики, увидев такое превращение, не проявляют. И МакГонагалл это замечает. Но только вот если в книге, если я все правильно помню, такая зашуганность учеников была связана с тем, что все были напуганы побегом Сириуса Блэка из Аскабана, то здесь этому вообще не уделяют внимания. Однако урок продолжается, и МакГонагалл вызывает Гарри и Гермиону, чтобы те прошли привычное уже для учебных занятий игровой патрианы испытание, суть которого заключается в том, что героям необходимо будет в лабиринте отыскать превратившуюся преподавательницу в кошку. Правда, если в прошлых частях герои при этом проходили некий практикум по новоизученному заклинанию, то здесь все не так. Здесь мы просто ищем МакГонагалл. МакГонагалл. Веселые тамодали, конкурсы интересные. Блин, ну музыка тут просто выше всяких похвал, и я говорю это без какой-либо иронии. Забавно, кстати, что помимо монстров, торопящихся снять у героев немного хп, в этом лабиринте нас просто без какого-либо контекста будут поджидать Крэп и Гойл, парни Малфоя, которые сразу нападут на нас. Так удачно прилетевшие по ним криты малость охладят их пыл, но вот уже с**ли. За удачно пройденное испытание МакГонагалл уже по итогу урока подгонит нам книгу с заклинанием Петрификус Таталус, которая обездвиживает противника на один ход, но блин, это как-то странно, мне кажется. Обучить нас заклинанию должны были в начале урока. Ну ладно, сейчас наступает время ухода за магическими существами, так что мы отправляемся на улицу, где и будет проходить урок с Хагридом, куда пришло аж целых восемь человек, трое из которых это мы, трое это Малфоид со своими парнями, ну и двое так, для массовки. Для начала, говорит Хагрид, откройте свои живые книги про чудовища, да, только вот блондинистый говен заявляет, что он и его подружки эти книги потеряли, так что требует от нашего друга полувеликана запасные, но вот незадача. Книги Хагрида тоже куда-то сбежали, так что мы, как верные друзья, соглашаемся ему помочь. Хагрид даже вручает нам еще три книги с заклинаниями, которые помогут в поисках, и наша троица героев дружно направляется в запретный лес. Эти три новых заклинания это Дефинда и Спонджифай, которые нам по второму ПКшному Гарри Поттеру знакомы, а также Глациос, которое Гарри изучал в ПКшной третьей части. В геймбойной версии все эти спеллы тоже распределяются между героями так, чтобы конкретные заклинания мог использовать только конкретный персонаж, и вся прелесть этой системы в том, что заклинания-то этим можно использовать не только, например, в драке, или не только, например, для решения головоломок, а и там, и там. Вот, для примера, в бою Гермиона только что замораживала противника свежеизученными чарами, а уже скоро, чтобы продвинуться по уровню, нам понадобится замородить этими же чарами небольшую речушку. Или вот Гарри, еб***в паутину, что заграждает путь заклинанием Дефинда, уже скоро это же заклинание направит против враждебной чудовищной книги. Ну и мое любимое, это Спонджифай, которая превращала специальные ковры в мощные батуты, и почему-то даже в таком вот 2D прыгать на них забавно. Ну, а врагов с помощью этого же Спонджифай можно ослабить, чтобы атаки их были не столь ядрёными. Вообще, мне нравится, как гриптониты проработали магию в этой игре. Чувствуется, что это прям полноценный, полезный инструмент, которому можно всегда найти применение. Да блин, они даже Люмосу вернули каноничное свойство освещать всё вокруг, добавив при этом такой вот прикольный эффект полутьмы, и при этом вспомнили о том, как в ПКшном философском камне это заклинание помогало создавать материальные платформы из пучков света. Короче, тупо кайф. А раз**ав и захватив в плен 5 чудовищных книг о чудовищах и задефитив босса этого уровня, мы снова выходим на полянку перед хижиной Хагрида, где до сих пор продолжается урок, и наш друг демонстрирует собравшимся хиппогрифа по имени Багбик. Хе-хе. Разумеется, Хагрид предупреждает всех, что обижать хиппогрифов это плохая затея, но по уже знакомым нам сценарным мувам Малфоя это не останавливает, в результате чего Багбик встает на дыбы, а Малфой хватается за локоть, что символизирует то, что он сильно ранен. Все, конечно, в шоке и напуганные. Хагрид уводит нашего недруга в больничное крыло, оставляя только что чуть не убившего студента Багбика один на один с нашей троицей героев. Никак он, б**ть, не научится этот наш Хагрид, но все оказывается не так страшно. В отличии от Малфоя, Гарри Поттера гиппогриф принимает легко и даже позволяет оседлать себя, после чего начинается мини-игра с полетами на гиппогрифе. Геймплейно она почти как в ПК-версии игры, где нам за отведенное время нужно было пролететь на пяти уровнях в различное количество колец, но ГБА-версия не то что не ставит нас ни в какие рамки, она вообще нас ни к чему не обязывает. Не пролетев вообще ни через сколько колец, в теории мы сразу можем улететь куда-то в сторону и, подождав пока счетчик времени достаточно быстро закончится, просто продолжить игру. Не может не радовать, что игра не ставит нам палки в колеса, но этот момент смотрится все-таки как-то странно из-за этого. Наш следующий урок это настойки, что в переводе на понятный язык зелье варенья. Профессор Снэк все такой же стильный, его нос все такой же крючковатый, только вот во время его реплик почему-то портрет на его миниатюре чем-то смахивает на гамаза. Хе-хе, я не знаю, взглядом возможно. Снэк говорит, что сегодня, на третьем году обучения, герои изучат рецепт новой настойки под названием «Скромное решение» и список ингредиентов в связи с сохранительностью данного перевода я даже зачитывать вам не стану, но зато скажу, что здесь игра снова проявляет свою нелинейность и дает нам на выбор два варианта, с кем отправиться Гермиона в подземелье за этими самыми ингредиентами и, конечно, в зависимости от выбора, часть пути на уровнях будет отличаться. И, блин, вспоминая о локации в предыдущей игре, нельзя снова не выделить Гриптонит Геймс, разумеется, в положительном только ключе. Насколько же здешние испытания лабиринты прикольнее выглядят. Ну, а когда все ингредиенты будут собраны, огромный тролль, по всей видимости, живущий в подземелье у Снэка побежден, а зелье сварено, Снэк вдруг почему-то отдаст нам еще одну книгу с заклинанием Венгардиум Левиоса и герои уже третий год подряд научатся использовать заклинания левитации. Использоваться в повседневности оно не будет, но, вот, как оружие в бою, это очень мощный спелл, скажу я вам. Ну, а сейчас по расписанию у нас защита от темных искусств с профессором Люпином и, несмотря на то, что Гермиона весь урок пролазила по подземельям, она говорит, что только что видела объявление на учительской, что урок будет проходить именно там. На такую несостыковку Подски не обращает внимания и все дружно направляются на урок, на который собралось, кстати, порядочно людей. Мне кажется, больше, чем на занятиях Агрида. И само собой, ведь сегодня Лапин покажет собравшимся, как бороться с Богартом, призраком, принимающим внешний облик того, чего человек боится больше всего. Если по книге и по фильму мы уже знакомы с этим созданием, то в игровых адаптациях пока что не встречались с таковым, так что посмотрим, как разработчики реализовали нечто подобное. Лапин вызывает Невилла, Лавандера, Рона и Парватти в качестве практикантов и начинается еще одна мини-игра, где вызванные студенты окружают призрака, а тот, принимая облики, пугающие их, движется в их сторону. Интересно при этом, что при движении к Невиллу или Крону, Богард принимает даже каноничные облики Снега или Паука, а когда он в таком виде будет побежден, то и примет вид, описанный в книге. Снег будет разодет в женский прикид, а Паук упадет на землю из-за того, что на лапы будут нацеплены ролики. Два других же облика являются не совсем страхами конкретно этих персонажей, но так или иначе все равно фигурировали в книге или в фильме, так что даже мелочи разработчики проработали. Браво. Просто браво. Однако, как бы вы ни старались, но данная мини-игра, как и полет на гиппокрифе, не имеет какого-то лимита, потолка или цели. Отбивайтесь от Богарта, пока можете, либо пока вам не надоест, а после этого урок будет закончен, но наш воинствующий герой Гарри Поттер подойдет к Люпину с наездом типа, а чё это вы меня не вызвали бороться с Богартом? Я бы начал с ответа, что Люпин и не обязан был вызывать тебя, Гарри Поттер, но тот юзает более дипломатичный подход и отвечает, что опасался, что Богарт примет облик Волан-де-Морта, что напугает класс, но Гарри заявляет, что, скорее всего, Богарт бы превратился в Дементора, отчего Люпин говорит, мол, блин, похвально. Дементоры высасывают из тебя хорошие воспоминания, а значит, ты боишься страха. Она также предлагает Гарри свою помощь в обучении борьбы против оных, но чуть позже. Сейчас же наша троица героев шествует в гостиную Гриффиндора, и там наблюдает за картиной, как кот Гермионы носится за крысой Рона. Те выбегают в коридор, и поймав коросту, ребята возвращаются обратно, но происходит нечто загадочное. Встречающая нас на входе в гостиную с первой части ещё толстая леди куда-то пропала, а вместо неё некий карлик по имени сэр Кадоган. Он говорит, что леди куда-то ушла, и теперь мы не можем попасть внутрь. Так что Гермиона с Роном начинают буквально детективное расследование проводить, и идут по следам Кадогана и толстой леди, опрашивая все попадающиеся по дороге портреты, пока в конце концов не находят их на втором этаже замка. На вопросы Гермиона о том, что же произошло, та отвечает, что на седьмой этаж проник Сириус Черный, что даёт нам ясно понять, что теперь беглец находится как никогда близко от Гарри. В общем, почилить в перерыве у героев не вышло, и теперь им снова нужно отправляться на урок защиты от тёмных сил, но придя в кабинет, они видят, что сегодня профессора Лапина заменяет Снэк. Он объясняет, что Лапин сегодня малость приболел, а также даёт задание студентам отправиться в библиотеку и прочитать книгу про оборотней. Гермион это, наша, само собой уже всё на свете про оборотней знает, и говорит, что даже умеет имитировать их вой. Но задание есть задание, так что выбора у нас не остаётся. Разве что в библиотеке мы узнаём, что последняя их книга по данной теме встретилась с живой книгой про чудовище, и выжить ей не удалось. Но мы в темпе собираем разбросанные страницы, даже ту самую живую книгу успеем в процессе отп***ить, а Гермиона, восстановив учебник, говорит парням, мол, идите и затержите Снэга, а я тем временем напишу за нас всех конспект. Сделка выгодная, и мы с Роном спешим в кабинет защиты от тёмных сил, и буквально прямо за нами в аудиторию забегает Гермиона с готовой домашкой. На вопрос Гарри, как она умудрилась так быстро написать такой объём, она отвечает, что, ну, написать не выпить, и вообще я уже читала эту книгу, вот и всё. Ответ, как и конспект, принимается, и теперь мы вместе с другом держим путь обратно в гостиную Гриффиндорцев, и там Гарри Поттера ждёт сюрприз. Кто-то подарил ему гоночную метлу. Даритель своего имени не оставил, и только Гермиону малость смущает этот факт, но Челиксы хотят поскорее поделиться радостью от приобретения метлы с Хагридом, так что направляется к нему, но у нашего же друга вести, наоборот, не самые радужные. За нападение на Малфоя Багбека хотят судить, и наш друг Полувеликан очень сильно переживает по этому поводу, так что мобилизуются все наши силы. Пока Гермиона отправилась к МакГонагал, Гарри и Рон стремятся в библиотеку, чтобы найти соответствующую литературу по теме, но, к сожалению, то, что они обнаружили, выглядит не очень, что снижает уверенный настрой парней. Ну, мы попытались. Очень жаль, конечно, Багбека, очень жаль Хагрида, но пора отправляться на пиршество по случаю Рождества. Да, вот так вот внезапно в Хогвартс пришло Рождество, а мы пришли в большой зал. Только вот вместо накрытого стола нас встретила профессор МакГонагал, которая изымает у Гарри только что подаренную ему метлу по доносу Гермионы. Парни ва**у из таких телодвижений, но все это объясняется тем, что они с МакГонагал считают, что метлу мог послать Сириус Черный. Но не будем омрачать Рождество грустными мыслями. Слово берет Дамблдор, который объявляет, что сейчас мы все дружно будем играть в придуманную им игру «Колдун Крушитель», которая представляет из себя казуальную мини-игру, где нам нужно уничтожать собранные в кучке конфеты. Ну, типа, знаете, из разряда мобильных игр для домохозяек. И чё-то мне подсказывает, что директор малость напи**ал, сказав, что это придуманная им игра. Зато после всего этого к нам подходит Люпин и приглашает нас на те самые занятия, о которых мы с ним договаривались после урока с Богартом. Да, настало время для изучения заклятия «Экспекту Патронум». Применять его в повседневности или в бою с обычными противниками у нас не получится, но для данного заклинания придумали свою мини-игру, которая, однако, очень сильно похожа на битву с Богартом, только наоборот. В центре теперь не призрак, а Гарри, а Дементоры окружили нас с четырёх сторон. И точно так же, как и в других мини-играх, не имеет значения сколько очков вы здесь наберёте. Хех, хоть вообще нисколько. Лапин при любом раскладе скажет, что это было очень хорошо. А дальше начнётся типичное повествование в игровом Гарри Поттере. Ни с того ни с сего Гарри спросит учителя, мол, если вы знали моего батю, то вы наверняка знали Сириуса Черного. Причём стороннему наблюдателю не должно быть вообще понятно, где здесь связь. Нигде-то этого не рассказывалось, что они все вместе учились на одном факультете и дружили одной компанией батя Гарри, Люпин, Сириус и чел по имени Питер Пятигрю. Да и сам Люпин отмахнётся фразой, мол, знал да не знал. Да и отфутболит Гарри в гостиную Гриффиндора. Ну вот она, с моим фаерболтом всё в полном порядке. Я могу его забрать? Серьёзно? Да, и Поттер, постарайся и выиграй, хорошо? Рода не видел? Нет, не видел. Смотри! Нет! Длинные, рыжие волосы и кота! Да! А давайте пойдём уже к Вибичам прогулка и свежий воздух он прочистит нам головы. Ты ещё не занешь этого хербиода. Да, мы выиграли. Мы выиграли, да. Отлично, Гарри! Я ещё не видел профессора МакГонагал такой злой. Тут и без Малфоя не обошлось, я вам так скажу. Молодец, Гарри, чуть не забыл. Должен дойти Пенелопу. Извините. Ты был фанатиком, Гарри. Какого чёрта? Ты здорово напугал Малфоя. Твою-то бога душу мать! Кто это вообще мог написать? Зачем вы мне это принесли? Я работаю здесь за три чёртовых долларов. Сейчас вы приносите мне какой-то дерьмовый текст. Хватит издеваться, дайте мне нормальный перевод. Блин, это, наверное, самый сумбурный разговор в принципе в истории хреновых переводов. Только благодаря контексту, наверное, можно понять, что после того, как нам вернули метлу, мы победили в матче по квидищу против Слизарина. Но произошло ещё кое-что важное до этого, что легко упустить. Короста, крыса Рона, пропала. Зато он нашёл рыжие кошачьи волосы. Эх, rest in peace, струпик. А ночью же случается то, о чём вообще никак нельзя умолчать. Рон будит всех своими криками и уверяет, что разбудил его Сириус Чёрный, ножом разрезавший занавески и факт прониктовения подтвердил сэр Кадоган. А это значит, что сбежавший узник Аскобана только что был в непосредственной близости от Гарри Поттера. Кстати, магазин близнецов работает даже ночью. После всего произошедшего, конечно, уснуть не так-то просто. Поэтому Гарри тупо стоит возле окна и в какой-то момент замечает на улице кота Гермионы, который куда-то спокойно идёт с некой огромной чёрной собакой. Любопытно. А тем временем наступает новый день и стартует он не с самой радужной вести. Гарри находит возле кровати записку от Хагрида. Блин, походу, это гостиная и спальня, это проходной двор для каких-то левых мужиков. То Сириус Чёрный, то Хагрид. В общем, в записке говорится о том, что суд проигран и Багбека собираются казнить. Мы спешим поделиться информацией с Роном и Гермионой и после ужина, когда солнце уходит за горизонт, втроём идём поддержать друга. Хагрид, уже впавший в отчаяние, горюет, что сделать ничего нельзя, как тут в хату вбегает короста, живее всех живых, а значит живоглот не успел ею полакомиться. Рон хватает её, а хозяин избушки прогоняет троицу, сославшись на то, что карательный отряд уже идёт сюда и лучше бы детям не показываться им на глаза. Ну, собственно, мы и уходим, и на улице начинается дикий экшон. Внезапно подорвавшийся живоглот пи***дит коросту на глазах у Рона и куда-то уносит. Тут же в кадр врывается тот самый огромный чёрный пёс, который также утаскивает нашего кента в какую-то нору под гремучей Ивой. Гарри с Гермионой бросается вдогонку, но Ива не пускает их и начинается нихуевый замес, где от ударов ветками героев плющит нереально. И, блин, мне кажется, один такой удар и человек должен быть уже трупом, но нет. Дерево мы побеждаем и, нырнув в ту же самую нору, оказываемся в жутком тёмном подземелье, доверху набитом опасными доспехами, пауками и ожившими скелетами. Место реально очень атмосферное, гнетущее и не уступает компьютерному аналогу. И, как и в ПК-версии, героям один раз даже предстоит разделиться. Только если вот в версии от No Wonder это произошло не по их воле, то здесь они добровольно делятся, чтобы быстрее изучить разветвляющиеся подземелья. В общем, решив несколько простецких головоломок и поскользив по замёрзшим затупленным коридорам, мы таки добираемся до некой хижины, которую Гермиона идентифицирует как кричащий дом. Самый страшный дом Британии. И всё. Ну, хотите больше? Читайте фильм, смотрите книгу. А Гарри с Гермионой же, поднявшись по лестнице, наконец-то находят Рона, который сообщает им, что чёрная собака это на самом деле чёрный Сириус, который является анимагом. Но не успел тот проронить ни слова, как в хижину вбегает профессор Люпин, который, обращаясь к Блэку, спрашивает того, где Питер Пятигрю. И вот так поворот. Оказывается, что все эти годы крыса Рона тоже была человеком. Ещё одним анимагом. Игра, конечно, даёт небольшое пояснение в пару слов о том, что 13 лет назад Питер Пятигрю, будучи другом Джеймса Поттера, предал его, переметнувшись на сторону Волан-де-Морта. Выдав тому информацию о местонахождении родителей Гарри, а Сириуса Блэка, который к тому же ещё и был крёстным Гарри Поттера, подставил. Но всё равно без каких-то базовых знаний этой истории понять это невозможно. Как бы то ни было, именно за Пятигрю всё время охотился Сириус, а не за Гарри Поттером. Именно поэтому он разбудил Рона той ночью в гостиной, потому что искал крысу. И именно поэтому живоглот, подружившийся с чёрной собакой Сириусом, также охотился за грызуном. Только вот неясно зачем, если кот и так выкрал крысу недавно и утащил её под Иву, вот зачем тогда нужно было утаскивать ещё и заодно Рона? Ну это так, возможно по задумке сценаристов игры Сириус просто хотел, чтобы дети тоже узнали всю правду. В общем, Люпин и Сириус уже собираются убить Питера Пятигрю, но вмешивается Гарри, который останавливает их, аргументируя это тем, что лучше сдадим его воскабан, так и имя Сириуса очистится, да и эти люди не запятнают руки кровью. Ох, если бы этот парень знал, какие последствия будут у его решения. Что ж, возвращаемся обратно на поверхность. В подземельях уже снова воскресли все враги, даже какой-то огромный тролль вдруг нарисовался, но миновав всех, мы вылезаем огромной процессией из гремучей Ивы, но в этот момент на поляну выходит с северу Снэк, который, как нам известно из книги, тоже знаком с присутствующими на экране взрослыми, но находится с ними не в лучших отношениях. Несмотря на то, что он своими глазами видит здесь Питера Пятигрю, это не понижает его желание сдать Сириуса Дементором, но Блэк оказывается проворнее и отправляет Снэга в нокаут, так что герои ровным строем продолжают свое движение, которому, к сожалению, не суждено завершиться. Из-за облаков выглядывает полная луна, и мы видим, что профессор Люпин начинает превращаться в волка. Вот почему Снэк, недолюбливающий Люпина, отправлял студентов читать книги об оборотнях. Сириус превращается в собаку и встает на защиту детей, и этим пользуется Пятигрю, оглушая Рона и превратившись в крысу, сбегая. Не очень понятно, что произошло дальше, но в следующей сцене мы уже стоим с Гермионой рядом с обессиленным Сириусом у озера, а со всех сторон героев начинают обступать Дементоры. Гарри кричит, что Блэк не виновен, пытается отбиться от подступающих стражей Аскабана, но все тщетно и со словами «Папа» теряет сознание. Очихиваются герои спустя какое-то время в больничном крыле, и вот как раз это самое время героям терять нельзя. Сюда же заваливается Дамблдор, который что-то говорит про «Обратитель времени». Очередная находка наших переводчиков, конечно, более привычное нам название, это «Маховик времени», и Дамблдор как бы дает добро на его использование, чтобы мы вернулись в прошлое и спасли Багбека и Сириуса. Как говорит директор, три оборота должны помочь, и хотя лично я предпочитаю покрепче, но именно по этому совету Гермиона отматывает время вспять, и мы, телепортнувшись при этом почему-то в лес, выходим на финишную прямую в наших приключениях. Простые мобы уже давно не вызывают каких-то трудностей, поэтому Гарри с Гермионой легко выбираются из леса и выходят на полянку, где Хагрид успокаивает Гиппогрифа, но как только тот отворачивается, чтобы встретить, как я понимаю, нашу троицу из прошлого, Гарри и Гермиона нынешние сразу подрываются и освобождают Багбека. Таким образом, одна невинная жизнь уже спасена. На очереди следующее, и герои вместе с животинкой спешат на озеро, где, вероятно, прожда в какое-то время, наблюдают, как к ним из прошлого, стоящим возле поверженного Сириуса, подходит оборотень Люпин с явно недобрыми намерениями. Очевидно, что именно этот кусок в прошлом временном отрезке разработчики зачем-то убрали и не показали, и непонятно, почему было принято такое решение. Все-таки в прошлом герои ведь пережили то же самое, и в прошлом Люпин точно так же съебался от героев, потому что Гермиона из будущего сымитировала волчий бой. Все-таки в середине игры нам прямым текстом закидывали вот такое вот чеховское ружье, говоря о том, что наше подружание так умеет делать. Спасение героев из прошлого же для нас означает только одно. То, что иметь дело с оборотнем нам предстоит сейчас, и сейчас все наши прокачки и магические умения не играют вообще никакой роли. Люпин не восприимчив к магии вообще, и единственная наша надежда — гиппогриф клювокрыл. Только он в состоянии нанести противнику достаточно урона, но и волчара не дурак. Весь его звериный гнев будет направлен на того, кто и способен дать ему урон, так что все наши действия должны быть направлены на поддержку клювика. По возможности накинуть на него невидимость, чтобы увеличить вероятность промаха атаки Люпина, вовремя лечить его зельями, ну а Гермиона может наложить на животное свои защитные чары, чтобы уменьшить наносимый ему дамаг. Петрификус Таталус, которому обучила нас МакГонагал, тоже будет не лишним. Как минимум хода 2-3 оборотень будет обездвижен и не сумеет ударить. В итоге бой этот оказался самым жестким и продолжительным. 6 минут реального времени. К счастью, у меня оказалось достаточно исцеляющих зелий, чтобы латать раны Багбика, и удача была на нашей стороне. Побежденный оборотень сбегает, а вот на героев из прошлого наступают дементоры. Гарри все ждет, когда же появится его спаситель Батя, но тот что-то не торопится, и оно и понятно. Мертвые не могут воскреснуть даже в магическом мире, и тогда Гарри понимает, что в прошлом он, теряя сознание, видел не своего Батю. Он видел самого себя и из-за их схожести просто перепутал. Решение приходит сразу. Гарри Поттер из настоящего создает Патронуса и разгоняет дементоров, спасая таким образом себя, Гермиону и Сириуса. Другое дело, что, вероятно, когда их троих нашли на берегу озера, ребят отнесли в больничное крыло, а вот Блэка заперли за решеткой на одной из башен, чтобы передать Воскабан. Поэтому, чтобы спасти беднягу, Гарри говорит Гермионе, мол, «Пи***ю на вершину башни на своих двоих, а я полечу на Багбеке». Вот это я понимаю, поступок настоящего мужчины частной судьбы. Снова стартует мини-игра с полетами, но мы ее скипаем и оказываемся на крыше Хогвартса. Хех, поглядите-ка, похоже, что с Гермионой мы сюда прибыли одновременно. Хех, может, у нее в роду был Спиди Гонзалес? Под самый занавес игра снова зачем-то разделяет нашу группу, и герои идут к Сириусу разными путями. Гермиона скользит по какому-то катку, а Гарри пробирается через пылающие печи. И разница-то всего в паре коридоров. Зачем это было делать, непонятно, но... Скоро мы вновь объединимся и... Натыкаемся на Малфоя, который преграждает нам путь. Никакого конструктивного диалога здесь даже не произойдет. Сразу начнется драка, и... Бл***ь, у этого с***а жизни больше, чем у оборотня. Бл***ь, из чего ты сделан, га***н? Это чё, жидкий терминатор из Митина? Интересно, что после победы мы забираем у нашего недруга 150 местных рублей и карточку с Гарри Поттером, описание которой гласит, что Гарри Поттер — это мальчик. Но зато теперь мы знаем, что драка носит фотку своего любимого всегда с собой. Ну что ж, ладно. Малфый был финальным боссом, и буквально в пяти шагах позади него мы находим Сириуса, рядом с которым уже стоит Багбик. Почему мы тогда начали движение хрен пойми откуда, если мы изначально летели сюда на гиппогрифе? Непонятно. К тому же, получается что? Что Малфый здесь охранял Сириуса и лично видел, как Гарри с Гермионой пришли спасать беглеца? Ну окей, это очередная подача сюжета в игровом Гарри Поттере, и мы это уже проходили не раз. А в игре наступает финал. Гарри предупреждает Черного о наступлении Дементоров и говорит, чтобы тот улетал, а Сириус, заикаясь, говорит, что мы еще обязательно встретимся. Гиппогриф со своим наездником поднимаются ввысь и улетают, превращаясь в точку на фоне полной луны. Облака скрывают их и... Титры. Конец. Вот такая вот игра. Без лишних слов сразу скажу. Отличная, ламповая, атмосферная. Гриптонит Геймс все-таки убедили меня, что качественный философский камень это непростая случайность. Студия, в отличие от тех же самых Евроком, действительно знает, как создать интересного Гарри Поттера для ГБА как минимум. Про остальные их проекты я ничего не знаю. Оттого мне кажется просто дикой несправедливостью, что игровые издания тогда выставили геймбойному узнику оценки аж на 7 баллов ниже, чем у Тайной Комнаты. Бл***ь, они вообще чем смотрят? Разумеется, с сюжетной стороны, как обычно, очень много непоняток и недосказанностей, свойственных каждому Гарри Поттеру. Например, о том, кто нам подогнал в итоге метлу, также не скажут ни слова. А ведь это действительно был Сириус, как и подозревала Гермиона. Кстати, после титров у нас появляется возможность начать так называемый НГ+, где у героев сохранятся все их показатели, уровни статы и инвентарь. И забавно, но новая метла уже будет у Гарри в сумке, когда он прибудет в дырявый котел в начале игры. Противники сохранят свои собственные характеристики, так что второй раз пробежать игру, чтобы собрать все карточки, сделать другие выборы в нелинейных моментах, труда не составит. Но это ладно, бог с ним. Знаете, что я заметил? В этой игре не было пивза. А ведь он появлялся во всех частях до того, как Electronic Arts сами стали разрабатывать игры по франшизе, опираясь именно на киношный вариант. Странно. Ну, а во вселенной паренька со шрамом в виде молнии на лбу, начиная со следующей части, стали происходить, как мы помним, жуткие события. Заканчивая ролик по ПК-шной версии игры, я сказал, что тучи стали сгущаться и над самими игровыми адаптациями, по той причине, что, как я уже упомянул, начиная с кубка, все сторонние студии были отстранены от разработки игр, а для всех платформ Гарри Поттера стали делать электроники. Я не могу сказать наверняка, что предложит нам четвертая основная игра по франшизе для данной карманной приставки, но я могу сказать, что я с интересом на нее взгляну и, конечно, расскажу о ней вам. А на сегодня все, друзья. Ролик получился крайне объемным и спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам было интересно и вы не пожалеете лайка, комментария, подписки. Также я буду очень рад видеть вас в своем паблике, там я иногда делюсь мыслями и новостями о процессе создания роликов, так что вступайте и следите за развитием событий. Я буду благодарен. А пока что до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok